и снова здравствуйте всем привет и так вот такая модель франкенштейн хотел сам вылепить но решил сделать наборную значит крылья срезал не помню как как называется моделька у ангела какого-то потом вот эту женщину я взял именно из даст студии по моему она идет так и льва льва скачал тоже вот этот именно из интернета не скрепил получилось вот такое чудо хочу именно попробовать как это все будет двигаться анимацию рик груди хочу попробовать и значит рик вот это вот крыла и посмотреть словом как вот это чудо вообще будет бегать а еще что хотел симуляцию значит прически попробовать на этой модели сделать так выглядит она вот таким вот образом ну ничего так вроде симпатюшная давайте сейчас ставим ей крылья пардонте крылья ноги хвост так кости сначала давайте вставим кости и так находим арматуру single bone n панель включаем видимость screen cascade n панель так и начнем с чего видимости значит вот этой косточки это и опор дисплей инфронт тройка на нампаде заходим в эдит мод английская а выделяем косточку и подводим ее к заднице так к верху подставляем делаем чуть-чуть с принципе здесь гнутся эта часть не будет ее можно ценную так и оставить следом сразу же давайте сделаем хвост вытаскиваем косточку alt clear parent и вытаскиваем дальше с помощью е клавиши побольше костей тогда хвост будет помягче ну это пим поцельная будет вяжем хвост к тазовой кости control p keep offset кто не смотрел как делался рик кота в принципе тут будет то же самое за исключением только что вот анатомия другая гибридная так это значит е здесь у нас будет шея я пока сейчас прическу открыл отключу один момент зубы волос вот чтобы можно было это все дело как-то чуть чем подставить как это чуть-чуть повыше позвоночник наверное вот так вот по изогнутым пусть и будет так вот эту косточку можно поделить на 2 метрия нам не нужна нам нужны сабдивизии все это дело поделилась теперь нам нужна косточка головы управляющая так чуть-чуть еще повыше поднимаем косточку шеи ну и все по прошлым роликом alt p clear parent вытаскиваем косточку отсоединяем подсоединяем на 4 к челюсти делаем английскую с перекручиваем смотрим где вот это сама челюсть чтобы все это нормально опускалась теперь делаем shift д ставим одну косточку вот такое положение где нос это для чего для того чтобы когда будет закрываться челюсть вот эта косточка будет закрываться а это дает тут полигруппу смысле это вертекс группу дает и не будет давать носу деформироваться и верхней губе сжиматься так через shift две косточки эти привязываем голове control p keep offset ну и мои любимые shift д зубы делаем косточку с shift опускаем ее пониже чтоб они не слиплись как в прошлый раз control p keep offset вяжем нижние зубы к нижней челюсти верхние зубы control p к верхней значит челюсти так веки я пока не буду вставлять не главное чтобы анимация была вот движение вот этого персонажа давайте разберемся вот с этой частью значит не вытаскиваем косточку это у нас включится и нужно ее опустить перекрутить и поставить приблизительно где у нас включится и находится чуть-чуть заходим на плечевой сустав ну вроде бы да в мыши находится все нормально теперь и вытаскиваем кость предплечья так вот эта часть далековато надо чуть-чуть ее наискось поставить так джи опускаемся четко под локоть чтобы сгиб был именно на локте теперь и вытаскиваем кость так control z наверно лучше вытащить его вот таким вот образом и перекрутить еще сустав на локоть вот где-то так теперь стандартно значит идут пальцы так эту косточку мы отвязываем alt и clear parent и мерка на нам поди шрифт д эту тоже р чуть-чуть перекрутить значит сюда эту косточку к этому пальцу тоже немножко перекрутить теперь шрифт д нам понадобится еще вот этот палец ну еще раз шрифт д этот палец смотрим чтобы пальцы были именно погружены можно еще сделать чтобы так крутились вот эти вот называют ногти так выбираем все косточки через shift и вяжем к этой кости control p и popset теперь от этой косточки которая вот от локтя идет вытаскиваем е кость будет управляющая alt и clear parent боком можно поставить не хочет перекручиваться ничего это в принципе не повлияет на ее движение и вяжем вот эту косточку косточку к ней control p и popset нормально тройка на нам подием будем вот отказанная вытаскиваем е control red клавиша е вытаскиваем кость вот сюда выделяем эту косточку alt и clear parent отсоединяем и перетаскиваем ее нашему значит бедру ставим чуть-чуть под уклон и уводим немножко от внутренней части от грудины вот находим вот эту часть сустава вот он видите вот здесь вот изгиб будет теперь даже можно поменьше делать делаем английскую е английскую е опять же е и поднимаем немножко повыше вот так эту косточку чтобы она низким как ниже мыши не было опять же делаем е управляющую кость alt и clear parent выбираем низ вот эту часть и заводим ее особливо в нашего персонажа так смотрим что не так уводим вглубь меша ну здесь тоже самое песня значит эту косточку можно немножко сделать поменьше G английская и клавиша е отсоединяем эту косточку так alt и так ctrl z alt и clear parent можно сделать чуть-чуть поменьше и уводим так вот таким образом G каждому пальцу shift D shift D ну и тоже shift D так смотрим чтобы опять же они были в меше чтобы потом правильно привязались вот эти вертикс группы так есть такое дело ну а если что то не так их всегда можно ну подправить уже в процессе так ctrl P keep offset тройка на нам паде это alt P clear parent и вот эту косточку вяжем на вот эту ctrl P keep offset ну а эту кость можно G еще меньше сделать вот по суставу вот этому так ну в принципе с этим делом все грудь я наверно буду в отдельном уже ролике показывать как кости вставлять давайте пока заставим все это дело ну как двигаться да привязку сделаем так вот тут теперь с крыльями как бы быть значит что заходим в object mode выбираем нашего персонажа вот этого делаем аж скрываем его для чего чтобы не мешало нам вот эти вот крылья значит делать edit mode нам нужно вытащить косточку одну и тянем ее кверху единица на нам паде alt P clear parent так рик я буду вот крыло буду делать по простому потому что надеюсь летать а может и будет она летать но это то в процессе сделаю чуть понавороченней пока по простому вот эту косточку оставляем поглубже в меше и ставим ее прям вот на связку вот этой от этого крыла для чего для чего это нужно это нужно чтобы зафиксировать крыло крыло вы видите что отдельно от меша это отдельные крылья и если я сейчас поставлю сразу именно кость на всю вот эту длину то получается при вращении и анимации этой кости здесь будет все короче вылетать из нашего персонажа а так она не даст вылететь значит что делаем единица на нам паде E это будет цельная кость потом здесь получается E где-то вот до сюда наверно тоже цельная кость а здесь вот наискось тоже можно убрать это будет другая кость так смотрим чтобы это опять же альбеджер попала значит четко в крыло иначе она если не привяжется ну так далеко будет от крыла не привяжется и будет потом кака так есть такое дело так 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 можно еще добавить сюда промежуточные косточки значит E вытаскиваем кость делаем alt pin clear parent так R G R это кость будет отвечать за то чтоб грань появилась между вот этой костью и вот этой cfd это будет здесь ограничивать линию сгиба между вот этой косточкой так глубже заводим так вот эту косточку да нет в принципе она нормально стоит только нужно добавить ей вот этот угол ну чтоб она потом правильно гнулась сразу кости направлять в том направлении в котором косточка должна будет гнуться так эту кость вяжем к этой кости ctrl p keep of set а эту вяжем к этой ctrl p keep of set так и тут возникает другой вопрос если будет загинаться вот это давайте добавим еще косточку управляшку alt p clear parent эту кость вяжем ну как в принципе и руку точно так же вяжем если это будет сгибаться вот эта часть то у нас будет ломаться значит вот это перо давайте выставим тогда ну где-то вот по это перо чтобы шел сгиб вот именно так да это перо будет отдельно сгибаться а эту косточку поставим вот сюда на линию разграничения ну а это будет само по себе уже сворачиваться надеюсь ну посмотрим как он себя проявит такая вот простая значит конструкция object mode alt h возвращаем видимость того что скрыто так что еще хотел значит нужно поставить кости но здесь не будет проблемы видите что у кошки здесь у нас как бы сросшиеся лапы и поэтому идет вдавливание грудины здесь этой проблемы в принципе не должно быть ну если будет то добавим здесь одну косточку чтобы держала толщину хотя бы живота или можно было дыхание делать анимацию так тройка в одном паде по хвосту тоже наверное добавлю-ка я косточку управляшку и на хвост alt p клея parent и вот эту пимпу вяжем через shift ctrl p keep of set косточки управляшки так так ну в принципе все так теперь где наши зубы через shift можно здесь выбрать вот из списка левая кнопка мыши зубы object mode и вывести их вперед так сразу выворачиваем выбираем точнее первые вот эти верхние зубы и наводим на косточку так теперь вниз опускаем еще одни зубы и уводим на другую кость прям можно вот таким вот образом ставить вот это без разницы так есть такое дело выбираем опять же кости щелчок сбрасываем выделение и нам понадобится только вот эти кости вот этой стороны выбираем ох ты пардонте я не зашел в edit mode так выбираем вот эти кости смотрим чтобы кости все были выбраны а ну-ка так пардонте я шуток не вязал да эту косточку вяжем к этой через shift ctrl-p keep all set и ключицу я не привязал вот сейчас бы опять бы пришлось бы ctrl-p keep all set вытворять новшество да а вот эту кость еще тоже не привязал тоже к этой ctrl-p keep all set вяжем вот эту косточку тоже позвоночнику и желательно к той кости которая будет меньше двигаться чтобы потом крылья вот это все дело не следовало за той частью тела которой не надо так выбираем кости выбираем через shift левую кнопку мыши те косточки которые не выбрались просматривайте внимательно потому что потом может быть не все так интересно так теперь делаем shift d щелчок левую кнопку мыши и делаем mirror x global так ориентир беру по пальцам пальцы попали плечо попало так что еще хотелось бы так если вот это все delete удалить object mode выбираем значит наши вот эти кости и привязываем их к 3d курсору теперь заходим в edit mode так выбираем вот эти все косточки я не пойму почему у меня симметрия не работает так вот это да shift шелчок и так 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 арматура и симметрия должна быть и все она не работает так у меня так и Вроде нет. И по старинке также. Shift, D, щелчок и global. Вот две косточки попало, всё попало. Object Mode. Выбираем, значит, что мы делаем. Мы выбираем персонажа, выбираем крылья, а потом только выбираем кости. Ctrl-P, Width, Automatic, Widget. И всё, ничего не заматерилось, потому что сетка, значит, крылья DeciMate, ZRMesh, значит, это The Brush персонаж. В принципе, всё. К сетке претензий у Riga нет. Теперь нам нужно вязать зубы. Выбираем зубы и через Shift кости. Заходим в Post Mode, выбираем нужную нам кость. Делаем Ctrl-P. Выходим в Object Mode, выбираем нижнюю челюсть. Shift, значит, косточку нижних зубов. Post Mode. Выбираем другую кость. Ctrl-P. Так, это пока есть, это всё понятно, да? Так, только выбираем кости. Выбираем Post Mode и попробуем завести зубы, значит, назад. Оп-па! Опять такая же песня происходит. Почему? Потому что косточки у нас дублированные, да? Не проблема. Заходим в Edit Mode. Delete Bon. Удаляем кость. Эту кость тоже Delete Bon. Можно их, конечно, было соединить. Я уже показывал в прошлых роликах. Точно такая же песня была. Вот они повязались. Заходим в Object Mode. Так, и где наши этики зубы? Ctrl-Z. Убежали. Убежали. Куда это? Значит, так вот. Отвязываем. Alt-P. Keep Transform Control. Alt-P. Clear Parent. И поднимаем зубы повыше. Так, теперь вот эту челюсть. Alt-P. Clear Parent. И Alt-P. Keep Transform. И опустим ещё пониже тогда. Чтобы они друг друга не видали. Так, пробуем повторить попытку. Выбираем зубы. Выбираем кости. Заходим в Object Mode. Ctrl-P. Бон. Заходим в Object Mode. Выбираем нижнюю челюсть. И опять же, Post Mode. Другая косточка. Ctrl-P. Бон. Ну, опять же, вяжутся они. Ладно, будем тогда ликвидировать Object Mode. Alt-P. Clear Parent. Keep Transform. И этот, Alt-P. Keep Transform. Alt-P. Clear Parent. Edit Mode. Опять не переключился. Подтупляю. Edit Mode. Косточку Delete Bone. Эту косточку Delete Bone. И вытянем новую кость. Это значит, E. Alt-P. Clear Parent. Так, вытягиваем, подводим. Подставляем к зубам. Делаем S. Большая она не нужна. Так, теперь можно вытащить из этой косточки, наверное, так. Вот так. E. Английская. Alt-P. Clear Parent. Делаем S. Английская. Уменьшаем. Опускаем. Эту косточку вяжем к этой челюсти. Ctrl-P. Keep Offset. А эту косточку к верхней. Ctrl-P. Keep Offset. Заходим в widget Mode. Давайте перевяжем все это дело еще разок. На всякий случай. Ctrl-P. Width. Ctrl-P. Бон. Все нормально. Object Mode. Выбираем нижнюю челюсть. Post Mode. Ctrl-P. Бон. Блин, да что вы вяжетесь, а? Так же, так же. Ладно. Но мы пойдем другим путем. Alt-P. Keep Transform. Alt-P. Keep Transform. Alt-P. Keep Transform. И она вяжет сразу эту штуку. Да что за фигня. Alt-P. Удалю пока эту челюсть. Выберу. Я их экспортировал, кстати, все вместе. Сразу две. Может поэтому. Так. Ctrl-P. Бон. И заведем-ка ее назад. Теперь файл импорт. По-моему, ProBX. Да, зубы. Делаю S. Alt-P. Keep Transform. Alt-P. Clear Parent. И одни удаляем. Кстати, эти зубы. А, да. Кошки они. Я их у кошки взял. Ну еще. Париться. Где их искать? Откройка на ломпаде. Выбираем, значит, косточку. И пробуем дальше в Post Mode. Alt-P. У. Ctrl-P. Бон. Все. Проблема решита. Наверное. Так. Теперь заходим. Да, можно сразу, наверное, их погрузить в персонажа. Только теперь нужно их будет подогнать. Потому что та настройка сбилась. Так. Зубы теперь большие. Нужно их немножко уменьшить. Это в Object Mode. Уже выбираем только вот эти. Вот эту часть зубов. Так. Единица на ломпаде. Делаем ей S. И можно с помощью транспоза их чуть-чуть уменьшить. Подогнать. И опустить. Чуть-чуть оттащить. Или клавиша G. Английская. Так. Тройка на ломпаде. Р. Ну. Как-то так-то. Ну. А теперь настройка костей. Да. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. Стройка на нампаде. И Inverse Kinematic. Вот эту косточку управляющую. Выбираем. Вот эту. И через Shift на эту кость. На плечевую, как она локтевую. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Выбираем настройку кости. Ставим руки на две кости. Ну и в принципе пока ничего больше не надо. С соседней косточкой делаем то же самое. Точнее с соседней рукой. Ну а задние лапы устанавливаем на три кости. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Три косточки. Так. Ну и эту лапу тоже. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. На три кости. Хвост устанавливаем тоже на Inverse Kinematic. Выбираем управляющую кость. И следующая косточка, которая ближняя. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Это уже. Раз, два, три, четыре, пять. На шесть костей. Ctrl Z. Все нормально. Так. Теперь что у нас по крыльям. Крылья тоже настраиваем по простому. Значит управляющую косточку выбираем. И на Inverse Kinematic. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Здесь ставим на одну кость. Почему на одну? Ну, по-моему, если две сейчас поставить. То будет и спина у нас двигаться. А нам спину. Спину. А, нет. Нормально, правильно. Две кости. Да и ничего так двигается. Пойдет. На две косточки пойдет. И тут тоже так же. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. На две косточки. Единственное, что если будет где-то рисунок сбиваться при сгибе. И будет сильно некрасиво. То можно поменять. Ну, как. Переставить косточки. Именно, чтобы рисунок как-то был посимпатюшней. Так. Что еще? Если на голову поставить. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Удалить таргеты. И поставить. На три косточки. Это. Во. Нормально. Ctrl Z. Пускай так и будет. А если на большую часть, то G. А нельзя уже. На пять нельзя. Уже крылья. Ну, в принципе, что нормально. С крыльями работает. Да. Пускай. 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 Это дело пока. На пять костей будет. А ну-ка, если на четыре. Так. Это G. На четыре тоже кости двигаются. Да. А так только голова. Это в процессе анимации уже будет видно. Насколько косточек поставить. Так что пусть пока на четыре. Эмпки вот эту я хочу удалить. Нафиг она нужна. Появляется тоже привязка вот это вот. Таргеты. Если косточки здесь нет. Создает вот эту вот пустышку. Так. По прическе. Прическа. Вопрос будет решаться просто. Мы ее привязываем. Так. Это уже Object Mode. Привязываем ее к голове. Post Mode. Ctrl-P. Вон. Так. Теперь, получается, если она будет крутиться, то она будет, видите, целиком крутиться. Вот. С этой штукой. Здесь вот можно добавить будет косточки. Чтобы, ну как, нижнюю часть фиксировать. Ну как, контролировать движение. Или использовать шепки. Я уже показывал. Ссылку кину в описании. На это дело. Так. Но этого мне мало. Почему? В принципе, для анимации пойдет. Можно вот эти косточки двигать отдельно. Вот этот локтевой. Вот. Перекручивать. Сейчас покажу. локоть можно крутить. Вот. Самому при анимации. Можно настроить. Опять же по прошлым роликам. Показываем. Выбираем Inverse Kinematic. Следом вот эту верхнюю кость. Ctrl-Shift-C. Copy Location. Ставим по миру ее. Это нормально. И выбираем, значит, управляшку. Кость управляющую. На Inverse Kinematic через Shift левая кнопка мыши. Ctrl-Shift-C. Копи трансформация. Все это дело перекручивать в другую сторону. Не беда. Мы ставим или Local Space, или Local White Parent. Ну, мне вот это Local White Parent больше понравилось. Ну, и вот. Можно вот эту выкружку. Интенсивность. Influence. Вот это. Influence. Уменьшать. Делать больше-меньше. Чтобы контроль меньше был. Допустим, поворота. Вот я сейчас раз. Вот. Оп. Убираю. Вроде бы. Как. Хорошо, да? G. Видите, сейчас я буду перекручивать. Вот. И косточка. Смотрите, что происходит. Раз. Видите? Нигде ничего перекрутов таких нету. Вот. На кисти перекрут. Вот. Эти. Ломки нету. Вот. В этом плюс. Ctrl-Shift-C. Ctrl-Z. 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 Так. Все. Сохраняю этого персонажа. Пока. Файл. Save. Так. Save us. А в принципе, зачем save us, когда я могу сохранить тот же файл. Так. Еще один вопрос. Вот. У нас изменена поза. Допустим, вот так вот, да? И мы забыли, как это делаем, сколько шагов мы это все делали, да? И даже прошла прописка. А. И. Локрот. Как вернуть именно в первоначальную позу вот этого персонажа? Это сочетание клавиш Alt-G, Alt-R. Все. Персонаж стал. Но у нас получается, что и кости рта будет вылазить. Вот. Ну, их можно назад вставить и будет зашибись. Так. Единицы нам поди. Так. Последнее, что я тут делал? UltraZ. Local White Parent. А персонаж, в принципе, сохранен. Заморачиваюсь. Файл. Open. Финк 2. Да. Если не дожато было. Сохраним еще дубляж на всякий случай. Чтобы потом не переделать. И откроем предыдущий. Все открылось. Все было сохранено. Все получилось. Так. Еще вот эту косточку G. G. Можно вытягивать. Вот. Вот так вот. А эту косточку R. Приближать к этим перьям. А эту можно вот так вот. Раз. Закручивать. А эту выкручивать. Так. Допустим. Или больше костей добавить. И получился вот такой вот персонаж. Ну вот пока такая информация. В следующем ролике буду еще косточки вставлять. Для анимации груди. Чтоб они шевелились. Короче. И добавим еще что-нибудь там вот это вот. Вот. Допустим. Симуляцию вот этого вот. Движение волос. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok